Губернатор Игорь Руденя совершил рабочую поездку в Калязин. В программе визита было осмотр благоустройства набережной Волги, состояние участка дороги Сергеев-Пасад-Калязин-Рыбинск-Череповец, посещение реставрируемого бывшего дома купцов Полежаевых, прием граждан. В Калязине побывала Наталья Чекет. В городской средней школе отремонтировали кровлю. Поручение глава региона дал еще в предыдущий визит в Калязин. После ремонта в кабинете, где протекала крыша, открыли Центр образования естественно-научной направленности «Точка роста». К слову, у школы много достижений. В этом году она вошла в топ-500 лучших школ России. Наша школа – это самая крупная школа нашего города. Обучается в школе 898 детей. 61 педагог работает. Очень много талантливых детей, конечно же, и педагогов, которые работают с ними. Школа очень много уделяет внимания духовно-нравственному, патриотическому воспитанию. Конечно, способствует этому движению, в которых мы активно участвуем. После посещения школы глава региона дал ряд поручений по проведению в учебном учреждении наружных и внутренних работ. Далее губернатор осмотрел бывший дом купцов Полежаевых – объект культурного наследия, где ведутся реставрационные работы. Бывший дом купцов Полежаевых находится на улице Карла Маркса. Здание построено в 18 веке, фасад дома переделан в 19 веке. Особняк стал одной из визитных карточек города. Здание имеет два этажа, а сверху его украшает треугольный фронтон. Полежаевы были купцами первой гильдии, занимались продажей хлеба в Тверской губернии и за ее пределами. Без интересных находок не обошлось. Строители обнаружили часть ионической капители, ее нашли под лестницей. Это венчающая часть колонны или пилястры. Еще одна находка – металлическая стяжка дома. Ее оставят в первозданном виде. Чтобы было видно, какие детали использовались. Это сам по себе шедевр, я считаю. Это подход людей раньше в стройке. После завершения всех работ здесь разместят экспозиции Калязинского краеведческого музея имени Никольского. Губернатор осмотрел благоустроенную набережную Волги на спуске к Николаевской колокольне. Работы проведены в прошлом году. Проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Посмотрели исполнение ранее данных поручений. Можно сказать, что в большем объеме они исполнены. Осталось еще решить часть задач. Это благоустройство. Все же набережные, потому что там часть действительно сделана, сделана неплохо. В Калязине строят новое здание детского дома «Родничок». Оно рассчитано на проживание порядка 40 детей. Сейчас на объекте устраивают монолитные перекрытия. Ведется кирпичная кладка стен корпуса номер 3. Очень ждем строительства нового детского дома, где будет новая территория, большой детский дом, бассейн, тренажерный зал, лечебная физкультура для наших особых детей. Мы ходили на экскурсию, объясняли детям, что идет строительство. После осмотра строительной площадки главой региона поставлены задачи по соблюдению сроков и качества проводимых работ. Во время рабочего визита в Калязин Игорь Руденя провел личный прием граждан. С просьбой о необходимости замены старых окон в детском саду «Сказка» обратилась местная жительница, мама двоих детей Алена Образцова. Саду 37 лет. И окна в ужаснейшем состоянии, что они деревянные, продувают. Мы всеми силами родителей помогаем их заклеивать, как это утеплять. Игорь Руденя дал поручение провести комплексный ремонт детского сада в 2024 году. С просьбой капитального ремонта крыши в многоквартирном доме по улице Коминтерна к губернатору обратился Виталий Давыдов. Дом построен более 30 лет. Жители 12 квартир есть уже протечки и требуют замены кровли полностью. Глава региона отметил, что работы по обновлению крыши пройдут в текущем году. К Игорю Рудени также обратилась жительница поселка Капшино Калязинского округа Вера Смирнова. С просьбой ремонта дороги не ральскнятина. Деньги выделены. Контракт наш, областной. Сами сделаем. Планируем в этом году до октября месяца. В Тверской области продолжается ремонт дороги Сергеев-Посад, Калязин, Рыбинск, Череповец. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги». С просьбами отремонтировать трассу неоднократно обращались жители региона. По заключенному госконтракту работы рассчитаны на три года. Губернатор поручил провести дорогу в нормативное состояние уже в этом году. На участке от Калязина до границы с Московской областью.